здравствуйте мои дорогие друзья вы на канале цветочные джунгли от блондинки и сегодня я хочу снять топ 10 моих самых прекрасных растений апреля хотя сегодня 1 мая но еще вчера уже было красиво в саду и те растения которые в апреле были красивыми вполне уместно назвать тем более что ровно год назад 20 апреля или где-то в конце апреля я снимала топ-10 самых красивых растений в моем саду и я вот пересмотрела свое видео и она довольно таки пустовато и как ни странно сад изменился то есть растения разрослись там совсем сад пустой а мне вот казалось что ничего не изменилось что не так уж быстро разрастаются цветы они разрастаются и все меняется и вот я сегодня буду не просто рассказывать какие самые красивые растения у меня в апреле но и сравнивать с прошлым годом и рассказывать что изменилось надо учитывать что погода в этом году совсем неудачно очень было холодно и вот немножечко сдвинулись растения они позже цветут вот сад только-только начинает у меня цвести но ничего я сейчас обо всех растениях которые были в прошлом году в топе расскажу как они изменились ну что на десятом месте у меня был вот этот чудесный почвопокровничек будра а в этом году смотрите у меня уже и пупочник цветет пупочник это вообще чудо яркости камера не передает это горящий такой вот как незабудки цвет вот такое чудо но у меня все растения приживаются плохо из-за того что у меня глина вот но вот такое счастье у меня уже в этом году у меня не только будра у меня и пупочник цветет будра это мой любимый уже почва покровник и кому-то может показаться что вот это вот клумбочка как бы далеко не предмет гордости но я в восторге потому что смотрите я же здесь ничего не делала а бурьянов то нет вот там один одуванчик я вижу но учитывая что я вообще не прикладывала здесь никаких усилий но чистотел это святое я его не трогаю потому что чистотел это моя мульчировка я буду сажать час в мае вот и поэтому я считаю будра очка это такой помощник незаменимый в саду просто посадить это недостаточно нужно посадить и тут же пристроить будру и тогда полоть не придется вы посмотрите как она уляжется здесь какой здесь будет ровный коврик скоро но и цветет она замечательно и она пахнет великолепно это лапочка девятое место в своем саду я конечно же отдаю суккулентом также как и в прошлом году вот и смотрите в этом году они уже посильнее распустились потому что я позже снимаю видите какие красивенькие листики красные а вот здесь желтые и вот это разнообразие она конечно очень сад украшает они все разные даже вот эти зеленые это один вид а вот это уже совсем другой у него форма листика в другая к сожалению у меня есть один невезучий сорт он только-только начал отрастать но почему-то именно на него наступила собака ну надо же что ж это такое у меня такой сорт вообще медленно растущие ну ладно не буду я уже не так места мало надо побыстрее рассказывать вот смотрите как разрусь вот этот он был такой маленький в прошлом году вот а вот совсем маленькие такие вот просто вот вот эти вот они куда-то делись в прошлом году были заросли вот еще есть видео на ю тубе что они вот вот эти малыши якобы от них не избавишься да они просто сами пропадают они такие нежные вот суккуленты они разные все думы вот и это конечно прелесть в апреле они первые всегда это или красные точечки они распускаются или желтые горящие точечки или вот такие веточки чудесные а вот какая картина чудесно вот это горноколосник это мне марина подсказала боже какая прелесть это все разрастается то есть все равно по сравнению с прошлым годом их уже стало больше ну что на восьмом месте примула и вы можете посмотреть они тоже разрослись приму и прям хорошенькие в этом году такие вот чудесные а вот такой кустик я даже рассадила и в этом году получается ну вот смотрите как хорошо из-под чистотела как будто бы я его и не пересаживала а если бы я чистотел сюда не пристроила это бы все уже засохло завяло и сколько бы я его не поливала толку бы не было вот из-за того что весна поздняя такая видите вот эти только распускаются примулы но они во первых разные по срокам цветения они очень долго цветут смотрите ну как же долго вот эти прям в начале апреля зацвели и вот здесь примула тоже потихоньку разрастаются здесь у меня было вообще пусто весной я как я думала насадила чересчур много гиацинтов нарциссов и тюльпанов но их и не видно то есть нужно сажать еще больше я теперь поняла что много не бывает бывает только мало ну что я пока что дошла до восьмого места перечислила будру суккуленты примулы вот я сейчас пойду показывать еще растения вот но посмотрите общий план то изменился это же уже совсем другое дело по сравнению с прошлым годом и и вот смотрите я вдумала у людей такие великолепные сады зачем я показываю как я начинаю сажать сад а вы знаете вот когда вы посмотрите мои видео прошлого года насколько вот пустовато было и посмотрите но это же совсем другое дело это же уже совсем другое дело вот получается что результат можно получить довольно таки быстро ну что седьмое место в моем хит-параде занимает вот это чудо природы юнона это вообще что-то фантастическое я каждый год и и хочу рассадить она на несколько кустиков разделилась и каждый год боюсь но не знаю наверное все таки надо потому что такое чудесное растение но мне единственный раз попалась из редких растений в апреле конечно же бесподобные совершенно горянки у них прошлогодние листья в апреле выглядят великолепно это уже новые листья она выпустила горянки я просто буду покупать все какие только увижу они очень разнообразные у них разные сорта и они прекрасно цветут но пока еще видите эти кисти они не зацвели а если я буду снимать в мае то это уже не будет топ 10 апреля но за счет листьев горянки в апреле очень красивая очень даже неплохо в апреле смотрится